всем привет ну вот как мы и планировали мы все-таки встаем с димой на воду самое главное это шансовый инструмент для регулировки транса и весла до чтобы вернуться вот димы модный автомобиль его уже показывали в рыбалке где там вам можно спать все дела ну и не только спать то можно еще наверное чем-то заниматься там бухать там выпить закусить выпить закусить ну еще чего-нибудь такой домик сверху поднимается то таком модном автомобиле мы приехали вот так смотрится лодочка с мотором сейчас ты его кстати ставлю куда разворачиваю смотри у него нос так поднимается да да ну это мы сейчас посмотрим как это будет происходить мои первые шаги на воде в этой лодке ну и пошла что-то вообще как-то не гребется надо сидушку дальше вообще вот в живот упирается да здесь конечно эти весла реально по факту нужно ставить дальше вот сюда выносить до весла надо переносить однозначно вперед потому что у меня сидушка установлено так чтобы управлять как бы мотором да и я дальше не могу отодвинуться потому что вот у меня уже румпель сзади в спину будет тыков то есть сидушка ровно так чтобы можно было управлять а гребцы с такого положения уже водителю неудобно от этого я считаю это минус вот он живот упирается выключено надо переносить вперед сантиметров наверное на 30-40 до можно 30 надо это экспериментальным путем да с веслами косяк это минус еще мы в жаркую погоду обнаружили что в лодочке все-таки нет этих предохранительных клапанов давления подрывных да это тоже какой-то такой минус ну сейчас мы будем заводить мотор после ремонта и все такое кстати но не знаю так более-менее себя чувствую мы с димой стоим вдвоем правда есть течки почти нету не ну да крутит конечно вот так и баллону тоже не прислониться да только так вот как-то ну в любом случае до спиннинговать с нее будет проблематично когда на горняке понесет ну лодка под мотором делать первые шаги сейчас она у меня выстрелена по центру и достала достает механизмом до сдвигать еще надо будет дальше водительскую сидушку ширина такая что бак поперек даже не входит стоя его тоже нету смысла и сюда ништяк этот его родной бак 12 литровый вот тут будет как бы нормально запас тогда да наверное сидит лучше конечно вот так вот только на баллоне ты смотри она еще плывет да 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 там даже такого выхода на глиссер как такового не было она сразу на глиссирование ну и сразу заложим ее в крутой вираж по пацанячий да до берега наплывем если что прохватов нету дима вот полная оборота я закладываю румпель в критическое положение что тут горит устойчиво держится ну как дим на разворотах зато хорошо что-то скорость и скорость не теряет на это обычно они лодки которые идут под водометом они плохо управляется их заносит боком и они как бы начинают скидывать обороты это прям я думаю когда двигатель задушится и прекратить свое как бы сказать выход глиссирование да да я думаю сейчас здесь по течению пойдем на шею им помоги пожалуйста дима мне предложил взять навигатор мы сейчас посмотрим а 33 и 5 33 километра железно-бетонно я думаю я думаю все видно 32-33 вниз по течению сейчас развернем ее режет хорошо воду 26 26 но против течения у нас получается 26,6 26 километров в час вниз 33 против течения 26 а думаю идем сюда сможешь здесь а сейчас 27 да начинает короче 28 начинается прогрессивное окозление да идет быстрее начинает о 29 ну кстати импеллер еще тупой убитый надо этот обечайку с импеллером мини-1 а чего положим тут ничего не положить так давай на что сделаем пока садись сюда сейчас хочу на одну планку еще поднять поменяли мы дифферент подняли для эксперимента чтобы понять как у нас все это работает чисто в научных целях знать для себя на одно деление изменили рейку планку поменяли так что мы сейчас попробуем будут ли у нас прохваты воздуха отойдем так смотри скорость потом скажешь что изменилось вот они изменения на лицо на идет перекрут даже лампочка срабатывала оборотов ну что ну что тогда давай попробуем на самую нижнюю опустим да то есть выше у нас выше уже все предел да оптимально было на двоечке на двоечке давай попробуем на единицу же надо все пробовать давай попробуем ну это раненький нет я ему сначала планку попробуем надеть а потом посмотрим может быть что то странцем можно поколдовать будет ну вот мы опустились до самой нижней нижнего деления не знаю как она выходит на глиссирование только хлоплю все ну что там со скоростью ну иди сюда там пазыли ну иди сюда ну иди сюда сейчас мы да вот такой круг получается вот такой круг получается сколько час скорость скажи вниз по течению 32 и 33 так и было 33 и 33 и 5 33 км в час то есть получается по факту ничего не поменялось ну что сейчас дима вспомни тогда давай попробуем как это делается давайте посмотрим кроме как чуть чуть подольше да? выходит ну да вот она вышла да 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 ну да ну зато идет пока легче Ну-ка, если я вообще вот так вот тут подумал, это не простой мост. Начинает урываться, да? Докладывай, докладывай, не хочешь. Ощути, как она режет, да? Управляет. Вот это плюш. Рулиться хорошо. Да, рулится хорошо. на горной речке будет совсем другая конечно будет совсем другая мне кажется что транец надо еще опускать либо менять вот эту на первую планку если будут прохват и потому что когда на самый первый ходит его еще сильнее так отзагибает если нос нагрузить дальше прохват и сразу же пошли стартовать плавненько 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 но на горной речке плавненько не получится на высокопоплес будет такого не будет но как она рулится мне понравилось да рулится она конечно четко спору нет и в повороты в эти входит как эти плоскодонки не идут боком и это что многие думают что такая узкая лодка перевернется я сейчас демонстрировал закладывал дима тоже закладывал перевернуть ее по факту не реально под мотором по крайней мере под двадцаткой под водометом если будет какой-нибудь дурак тридцатка на винте может быть там у дури и хватит там он кобру будет может сделать хотя на ближе кобру тоже тяжело да ну стоять конечно можно ходить мы привычные к надувным ну как бы к надувному дну вот андрюхи здесь я конечно да в самом носу конечно это как кидать надо привыкать очков и вывалиться на горной реке конечно да никак на только сидя однозначность спиннингования на этой лодке будет происходить только сидя здесь вот можно да здесь еще можно флагман когда было нагрева такая же посадка я стоял обычно на мотору как раз навалишься и работаешь да ну бак надо убирать на ее бы пошел пошире бы да чуть-чуть блин пошире у них сразу характеристики упадут гидродинамического сделать как вариант более рыболовный да не нравится да кажется выжать еще из этого скоростные характеристики можно поменять импеллер с обечайкой он у нас за четыре сезона не менее ныне разу честно скажу в состоянии плачевная импеллера с обечайкой от этого мне кажется если поменять она пойдет конечно получше будем пробовать на горной речке да будем пробовать ну давай по миле куб прокатимся есть милляку ну уходит она резко конечно особенно когда это на первой планке было вон ветки видишь торчат давай давай так попробуем проскочить между островов и 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 здесь обычно водитель сам гребет прошли у нас предварительные полеты предполетная можем так сказать для для горной реки какие дима ваши ощущения ощущение вполне положительно бежит в принципе хорошо заворачивается в улице хорошо по мелководию она прекрасно прошла у нас гидро динамические характеристики конечно впечатляет под таким мотором плюс мотор уставший там вёслами только не смог гребсти да вёслами ни я ни дима не смог гребсти вот сразу же замечание специалистам компании сибривер что перенести уключены да часто бывает что на малых горных реках люди часто в одного плавают ну вот ягоды сагиб собирать на охоту за грибами многое видео одиночек на ю тубе видео которое и если будет какой-то минимальный залом то он не сможет сделать маха если вдруг чего с мотором гребсти он не сможет однозначно либо байдарочная против либо одно байдарочное весло вот это конечно минус ну и мотор тоже не позволил дать максимала он там после ремонта обечайка симпеллером не поменена и уже четвертый сезон пошел именно обечайки симпеллером у нас новая куплена все равно кстати заметь мы сейчас начали когда снимать мотор заметили камень и полка у нас торчала в решетке гольстрим был уже сразу сел даже не заметили что у нас потери но мы потери мощности было да сейчас мы где-то там налетели залетел камень винты и палка мы прошли не заметили что лодка как-то свалила среда она занизила скорость потом пришли сейчас начали разбирать увидели камень и такую палку короче сантиметров наверно 15 спали с толщиной примерно и многое стриме то сразу да только чпока нас даже среда навалится сразу же тут тут идет четко да лодка хорошая хороший экспедиционный вариант весла только перенести может быть сделать подрывные клапана перенести ручки по краям как мы за края баллоны чтобы браться потому что с водометом браться невозможно вот мы сейчас зимой пытались заем его вынести из воды вот и диме не за что было взять он брался за улитку водомета то есть с этими что-то надо думать сушку бать хочу покупать катер как у димы ну на этом это наше видео уважаемое заканчивается всем пока подписывайтесь на наш канал до свидания до новых встреч